Привет, друзья! В последнее время мне часто встречается вопрос, какой принтер лучше выбрать. Два дерева Sapphire Pru или Призрак 5 от летающего медведя? Давайте попробуем в этом видео на него ответить. Эти принтеры имеют схожую конструкцию, электронику, объем печати и все остальное. Даже цена у них плюс-минус одинаковая. Сразу уточню, я буду сравнивать стоковые принтеры с минимальными доработками, которые производились мной по ходу сборки и начального этапа эксплуатации принтеров. Вот, собственно, эти два принтера вместе. Ну, как видите, в целом они даже похожи. По конструкции существенных отличий у принтера два. Первая это кинематика. В Sapphire используется Core XY, а у Призрака простая картезианская. Тут преимущество, конечно же, с Sapphire, так как Core XY облегчает ось, тем самым уменьшая инерцию печатающей головки. В стоке это не дает никаких существенных преимуществ, но позволяет настроить принтеры и установить более высокие значения рывков и ускорений. Тем самым можно уменьшить время печати моделей. Но, опять же, повторюсь, в стоке принтеры печатают примерно одинаково. Второе отличие это конструкция осей. Призрак у нас на валах, а Sapphire на линейных рельсах. Опять же, имеем преимущество за Sapphire, так как рельсы обеспечивают более легкий и точный ход по сравнению с валами. Валы у Призрака короткие, поэтому вероятность их изгиба при печати мы отбрасываем. Тут, собственно, многие заканчивают свое сравнение, утверждая, что подобных преимуществ уже достаточно. И Sapphire однозначно круче, но не все так однозначно. Помимо конструкции принтера, еще есть сборка, электронная начинка и эксплуатация. Пятый Призрак в разы быстрее и проще собирается. Он продуман в плане укладки проводов и организации разъемов. На него есть подробная инструкция от производителя по сборке и первичной настройке. Собрать Призрак может даже школьник. Sapphire же фактически не имеет инструкции. Она есть, но очень скудная. Решать то, как прокладывать, закреплять и подключать провода в принтере, вам придется самостоятельно. Даже опубликованные видеоинструкции на Sapphire не охватывают всех моментов его сборки. И вам придется включать голову. Плюс в Sapphire есть конструктивные дефекты. Они не влияют на качество печати, но создать вам головную боль при сборке принтера точно смогут. Из обязательных доработок на Sapphire нужно докупить и установить антилюфт-гайку с поджимной пружиной. Она сделает ход по оси Z равномерным и улучшит качество печати. У Призрака же эта гайка уже изначально идет в комплекте. Покрытие стола Sapphire это пленка. Оно недолговечно. Прослужит от месяца до полугода. И в перспективе ее нужно будет заменить на термостойкое стекло или на ультрабазу. Я сразу заменил на ультрабазу при сборке. А в случае Призрака у нас уже изначально установлена ультрабаза. Получается, что по комплекту и по сборке преимущество у нас тут за Призраком. Переходим к электронике. Оба принтера работают на 32-битных платах. В случае с сабфирмой это МКС Робин Нано. А в случае Призрака это их собственный клон этой же платы. Казалось бы равенство. Но преимущество тут все-таки за Призраком. Так как их прошивка значительно интереснее и позволяет вести удаленную загрузку печатаемых файлов на флешку принтера через сеть Wi-Fi. Это устраняет необходимость слоняться от принтера к компьютеру и обратно, чтобы записать файл и запустить печать. Из-за того, что платы на принтерах схожие, при необходимости есть возможность установить на сабфир прошивку от Медведя. И получить все ее преимущества. Вам понадобится докупить Wi-Fi модуль от МКС. Так как изначально сабфир приходит без него. Многие из тех, кто купил сабфир, предпочитают просто устанавливать самую свежую версию Марлина. Ну или устанавливать вот такое. Но опять, мы же сравниваем стоковые принтеры. Поэтому по электронике я тоже отдаю преимущество Призраку. Ну и конечно, сравнение не было бы полным без демонстрации качества печати этими принтерами. На самом деле, сравнивать качество печати фактически бесполезно. Принтеры печатают одинаково. Одинаковые вазы. Одинаковые кораблики. И одинаковые кубики. И лишь только опытный взгляд может увидеть разницу в чуть более выступающих углах на крышке оранжевого кубика, который печатался Призраком. Это та самая разница кинематик. Легкие оси сабфира создают чуть меньшую инерцию, чем у Призрака. Это крупный план. На самом же деле, грань кубика всего 2 сантиметра. Попробуйте вот тут увидеть эту разницу. Итоговый ответ на вопрос, какой из этих принтеров лучше, звучит так. Если вы технически подкованный человек, способный собрать принтер, готовый настраивать, дорабатывать и перепрошивать его, чтобы получить максимально возможную скорость и качество печати, то тогда ваш выбор должен остаться за сабфирм. Если же вам не интересно или вы не можете долго возиться со сборкой и тонкой настройкой принтера, и вы не видите никакой разницы в качестве печати между вот этими кубиками и вот этими корабликами, то вам однозначно стоит смотреть на Призрака от летающих медведей. Он значительно проще собирается. Не требует доработок и глубокого понимания процесса в 3D-печати. Однако вы должны понимать, что любой 3D-принтер – это станок с числовым программным управлением. То есть это ЧПУ. И вам придется научиться на нем работать. По-другому тут никак. Обобщая все вышесказанное, оба эти принтера интересны, но у них разная аудитория покупателей. Поэтому обе модели будут востребованы долгое время. Если вы хотите более подробно изучить эти принтеры, то в описании к ролику вы можете найти ссылки на мои детальные обзоры каждого принтера. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачного дня и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok